Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Чисел», и сегодня мы будем читать 19 главу этой книги. Здесь две темы – пепел рыжей телицы и тема «Пусть прикоснувшаяся к мертвому телу очистится пеплом рыжей телицы». И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, вот устав закона, который заповедал Господь, говоря, скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ерма. И отдайте ее Елеазару, священнику, имеется в виду пересвященнику, и выведет ее вон из стана на место чистое и заколит ее при нем. При нем, то есть на этом чистом месте. Пусть возьмет Елеазар, священник, перстом своим крови ее и кровью покропит к передней стороне скиния собрание семь раз. То есть при скинии собрание все происходит. «И сожгут телицу при его глазах, а кожу ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева, и сопа, и нить, и исчерленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу, и пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды своей водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. И кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана, на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной. Это жертва за грех, и собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Закон о рыжей телице занимал некое центральное место. Во-первых, это телица, на которой никогда не пахали. Это телица, которая не несла плода. Это телица, которая не была ни под каким ермом. Она красива вот этого рыжего цвета. И люди древние вот этот образ воспринимали очень ярко. Так, например, в арабском Коране вторая глава называется «Аль-Бакара», то есть корова, телица. И там пересказывается эта же история о телице. И там говорится, какая она красивая, что приятно глазу смотреть на нее. То есть для семитов и для арабов и для евреев это знаковый образ. И особенно удивительно для них то, что вот этот пепел телицы, он потом будет очищать людей, которые оказались оскверненными. Например, они прикоснулись к мертвому телу. Иногда человек должен прикоснуться к мертвому телу. Например, когда сын хоронит отца или сын хоронит мать. И был такой случай, он описан в еврейских символических книгах. Один священнослужитель еврейский погребал своего отца, по-моему, или мать. Вот это я не помню. А эти священники были слишком привилетливые. Они вот боялись к чему-то прикоснуться, оскверниться. И он, когда подошел к кадру усопшего родителя, он не решался прикоснуться. Но в законе сказано, что может прикоснуться, если это там отец или мать. И тогда священники, которые стояли сзади, они процитировали эти слова. Может прикоснуться, если это отец или мать. И подтолкнули его. И он коснулся тела. И мог поцеловать, плакать, молиться и так далее. Не надо удивляться, что ветхозаветные служители такое значение придавали внешней стороне. Потому что они не приняли духа святаго. И апостол Павел прямо пишет, что все их обряды очищения, они больше относились до тела, чем нежели до души. И далее идет следующий закон. Пусть прикоснувшийся к мертвому телу очистится пеплом рыжей лица. Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека? Что значит какого-либо человека? То есть любого человека. «Нечист будет семь дней. Он должен очистить себя сею водою. В третий день и в седьмой день и будет чист. Если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист». То есть в воду добавляли этот пепел. «Всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека, умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господнее. Истребится человек тут из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительной водою, смешанной с пеплом рыжей лица. Он не чист, еще не чистота его на нем». «Вот закон. Если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан, то есть сверху, и не покрыт, нечист. «Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечисто будет семь дней». Это связано с тем, что все они находились, во-первых, под первородным грехом. И смерть являлась наказанием за первородный грех. У них были личные грехи, и они могли очищать только свое тело, но не могли очищать свои души. Потому что ветхозаветные таинства и обряды, они не относились до души. И только кровь Иисуса Христа, которая омывает нас от всякого греха, делает чистым не только живого христианина, но и усопшего. И мы касаемся усопших, которые скончались в вере, и никакого осквернения для нас не происходит. «Ибо эти люди крещены, миропомазаны, причащались телой крови Иисуса Христа». И мы хороним наших усопших на освященной земле. Освященная земля — это кладбищенская земля, где положено хоронить только православных христиан. или священник должен осветить этот участок земли окроплением воды, чтобы эта земля была освященной, в которой будет лежать до воскресения из мертвых православных христианин. А здесь был вот такой сложный обряд для нечистого. «Пусть возьмут пепло, то есть сожженные жертвы за грех, и нальют на него живой воды в сосуд». Что значит «живой воды»? Имеется в виду вода из живого источника. То есть она как проточная. Это не застоялая вода. «Пусть кто-нибудь чистый возьмет исоп, исоп — это вид травы, и омочит его, то есть пучок, в воде и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости человеческой или к убитому, или к умершему, или к огробу, и пусть окропит чистый и нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист». Здесь мы видим христологический аспект. Очистить нечистых может тот, кто сам чист. Абсолютно чист — это Христос. Это непорочный агнец Божий. И будучи абсолютно чистым, Он взял на Себя наши грехи и очистил через это наши души. И христианские таинства обладают вот этой силой, очищающего нас Христа, как блаженный Августин писал о крещении. Когда вода крещения касается тела крещаемого человека, то в этот момент душа этого человека очищается. И получается, что если в ветхозаветные времена многие обряды действия касались только тела, в христианстве, наоборот, через тело, как орудие нашего спасения, благодать касается именно души внутреннего мира. И последнее, что здесь сказано в этой главе. «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительной водою он не окроплен, он нечист». В нашем случае очистительная вода – это вода святого крещения. И только тот тело, которого коснулась эта вода, был душою своей очищен. И так как всякий нечистый и приступающий к святыне подвергается наказанию, так и христианин, который был очищен и потом не брежит о своей чистоте, подвергается наказанию. Поэтому у нас есть не только крещение, но есть еще и покаяние. Покаяние на тот случай, что если очищенный в крещении, потом осквернится каким-то грехом, здесь он уже будет очищаться покаянием. А покаяние называется у нас вторым крещением. Итак, мы сегодня сделали просмотр 19 главы книги «Чисел». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 20 главу этой книги. Спасибо вас, Христос! Продолжение следует...